Всем доброе утро! Только я проговорила про серость в России, что по утрам темно и... Та-дам! У нас темно! Пасмурно! А сейчас я думаю, что это? А где солнце? А солнце у нас пока что не очень. Но очень тепло. 18 градусов. Представляете, утром 18 градусов. Пипец! А моя рыба греется. Чей замерз, что ли? Смотрите, какая темень вообще! Ой, блин! Хрю-хрю! В общем, пошла я краситься. Немножко марафет наведу. И завтракать. Наверное, чебуретчик слопаю с утра. С чаем. Приехала домой. Но у меня сегодня еще, знаете, один прикол. В общем, теперь у меня кашель. Причем кашель, знаете, какой? Какой-то вот истерический такой. Вот истерический. То есть хожу-хожу, вроде бы ничего. Потом как начинает вот тут, как будто вот перышко мне там вот так вот щекотит, щекотит. И я прям все заливаю, прям не могу. Кашель такой вообще. И прям вот хочется кашель, и кашель не именно вот как-то из легких, а вот тут прям вот как будто тебе там вот так вот. Когда вот, как это называется, вот тут вот фигня такая подвисает, да. И вот ее трогаешь тоже вот так вот. В общем, накупила себе. То есть заехала в Лидл, у меня порошка нет ни на работе, ни дома. А порошок мне нужен, ой, нужен, нравится из Ли. Что такое? Что тут часы сами с собой нажимаются? Вот они реагируют на этот свитер. Он такой как плюшевый. И вот они у меня реагируют на свитер, представляете? Я вот помню, в прошлый раз надела, а он тоже так реагировали. В общем, накупила вот такие, ну типа холса, ментол, эвкалипт. Вот, купила черники себе. Такая, смотрите, какая крупная. Или голуби, как хрен его знает кто. А, и вот такие вот конфетки мороженые. Конфетки мороженые. Попробую, у тебя одна. Они евро, рубль стоят, евро. Дешевое сердитко. Варю яйца, салат сейчас сделаю. Такой вот с зеленью и... Растаяло все мороженое. Осталась одна шоколадная оболочка. Вот. Мне сегодня вечером нужно еще опять откатать. Поэтому сейчас пойду переоденусь, сделаю салатик. И будет мне счастье. Надо еще спросить, может быть муж не приедет. А я еще купила молоко. Вот. Что было. И вот такой вот... Как это назвать-то? Смесь, короче, делать... Муж отметил. Типа печенье, наверное. Ну, представляете, всего евро 60 стоило. Я, знаете, что когда ехала в Россию, думаю, то попробую, то попробую. Я хотела попробовать, ну, не попробовать, а вспомнить вкус детства. Знаете, какой вафельки, помните, были с фруктовой начинкой, такой вот варенье в прослойках. Вот я хотела его попробовать. Но... Нет, говорит, не приедет. Ну, и замечательно. Сама съем. Ну, знаете, неделя в России, и когда ты едешь к родственникам, и когда крестишь ребенка, то есть времени не хватает вообще ни на что. Ты бегаешь туда-сюда. Точнее, не бегаешь. В общем, времени у меня вообще не хватило ни на что. Вы могли бы заметить. Какой там пробовать что-то, какие-то печенья. И где их искать, я в магазине один раз всего была. И то с родственниками, за продуктами, а так... И вот под шумок я там купила то, сё, конфеты. Вот я купила, когда с сестрой ездила к матушке Матроне. В общем, пипец. Еще бы дня 4-5, чтобы именно мне, как говорится, воплотить в жизнь с моей хотелки. Но ищем альтернативу. Вафелька. Но это опять, знаете, хотелки такие... Я 100% уверена, что мой брат эти печенья тоже не ел лет 15 или 20. Или вообще никогда не ел. Также я уверена, что мои подруги тоже их не ели. Поэтому это, знаете, так что-то, блин, в голове стукнуло. Что хочу, и все. Так, что у нас тут? Ну, это, наверное, выпекать надо. Типа пирога какого-то. Здесь масло нужно и одно яйцо. А, и это. И варенье. Ну, это все есть. Потом когда-нибудь сделаю. Не к спеху. Так что я буду есть одна. Сейчас разогрею. Я, кстати, чебурек попробовала. Тесто идеальное для них. Такое, знаете, вот тянется вот как надо. Вот прям такое не твердое. Вообще классное. Хорошо, что я его нашла. Рекомендую. Именно вот на чебуреке. Там написано и хлеб можно делать. И все на свете. Да, да, да. И хлеб, и булочки. Скажи всем привет. Всем привет. Всем привет. Да, да, да. Да, да, да. Вот. Вот я с кем нянчусь. Анечки нету? Терпи. Ты будешь мне за Анечку. За Анечку. Только Анечка растет, а ты нет. Да. Ой, любовь моя неземная. Чё там? Такой классный вообще. Обожаю, обожаю, обожаю. Ладно. Поболтали и хватит. В общем, сейчас зашла. Думаю, дай посмотрю фактуру от интернет, мобильный телефон и все дела. И чуть не офигела. Я прям чуть не... Хорошо, что сидела. Да, и Чарли мой сидел тоже. В общем, захожу. У меня там такая фартура. В общем, когда я летала, я, естественно, знала, что у меня там может быть там все это. Я не пользовалась мобильной связью испанской. Я сразу брату сказала, чтобы он мне купил и эту карточку. В общем, и телефон у меня был в... Как это? Мода Avion. Сейчас. Тут опросы всегда ведут. В общем, и значит, знала, что могут снять деньги за роминг, все дела. И у меня телефон, я сразу его выключила и не включала. Сейчас захожу я в, как это сказать-то, аппликацион, приложение и вижу, что у меня там такая фактура, то есть на 51 евро больше. Представляете? Я гляжу, у меня там написано, роминг 50 евро. 51. Я такая, нормально, говорю, сейчас я их там всех построю. Звоню, значит, им и говорю. Я говорю, ну, что я уезжала. Я знала, что может быть такая ситуация. И у меня телефон не мог быть в роминге, потому что он был... Я карточкой не пользовалась. Короче, он мне начал там что-то втирать. Я говорю, не надо мне ничего втирать. Говорю, или решаем эту проблему, или это последняя фактура, которую я вам буду платить. Вот. Он, знаете, я даже не ожидала. Я так, знаете, приготовилась к войне, к борьбе за свое, как говорится, такая. Все, это мои деньги, я вам ничего переплачивать не буду. А он такой, ну, хорошо, мы вам в следующей фактуре вычислим эти деньги, 51 евро. Вот, просто я вам предупреждаю, что в следующий раз, либо отключайте роминг. Я говорю, зачем мне его отключать, если я его даже... Он даже, телефон даже не понял, что он был где-то там далеко, потому что он не был подключен. Он мне начал, знаете, что втирать? Что вот у вас все, типа, приложения включены, и вы когда садитесь на землю, то у вас начинают эти приложения все работать. Я говорю, как может телефон работать, когда он в режиме самолет? Режим самолет, по-моему, так называется, да? Говорю, режим самолет, это когда никакие сети, никакие эти не ловятся. А когда я приехала, я просто вытащила карточку оттуда и всунула местную. Все. Он даже, говорю, телефон даже не понял, что он куда-то там ездил. А потом, я помните, сама говорила, когда приземлилась, я не могла вставить карточку в Россию, потому что мне нечем было воткнуть иголочку. Поэтому он, говорю... Ну, он, наверное, понял свое ошибку. Он там, вы там столько-то истратили. Я говорю, я не могла столько истратить, потому что телефон был отключен. Он не мог истратить. Ну, короче, он, наверное, понял свою ошибку быстро причем. Говорю, мне даже повоевать не пришлось. Ой, не могу. Ну, а я уже, знаете, такая разбушевалась, говорю, сейчас в понедельник пойду искать новую сеть себе. Но у меня все равно еще там есть для них пару вопросов, но я просто не стала сейчас все это выяснять. А так вот, представляете, хотел Роман, вот знаете, вот если не посмотришь, может на тебе проехать, как на это. Как говорится, не обманешь, не проедешь, или как там говорят-то, не помню, в общем. В общем, вот такие вот дела, представляете. Чуть на полтинник не влетела, нафиг я буду переплачивать вообще. Ну, почему-то он быстро сдался, как-то странно. Так, сумка уже собрана в спортзал, потому что я сейчас иду на работу, а потом иду в спортзал. Щеки горят, я прям, знаете, аж зенертела. Я как увидела эту фактуру, так самое интересное. Они на этот полтинник, на локты уже начислили. А когда мне вернут деньги, уже без налога, так что они все равно выигрывают. Ну, ладно, я еще им покажу. Я все равно буду другую связь искать подешевле. Вот что-что. А модельная связь в Испании, блин, очень дорогая и не особо большого качества. Хорошего качества. Так что вот так вот. Пишите комментарии. Вот ты такая засранка. Испанию ахайла. Ля-ля-ля-ля-та-паля. Я читаю ваши комментарии, если честно, и охереваю. Вообще ничего плохого про Россию не сказала, только хорошее. А вы там такое написали. Ну, нет, мои постоянные комментаторы, которые пишут комментарии, вам большое спасибо. Они все поняли и все правильно. А просто других чем-то оскорбило. Вы уж если чем-то оскорбляю, вы уж, как говорится, говорите на какой минуту. Да, моя сладкая рыбка. Картошка грязная не понравилась, представляешь. Грязная картошка. А что тут такого оскорбительного в грязной картошке, скажите мне, пожалуйста. Или что, люди как зомби. Ну, это же не вы ходили там. Или, может быть, вы. Ну, так подошли бы, поздоровались, поболтали бы. Ой, не могу, но если они действительно как зомби. Вот так вот шли, вот так, вот так вот шли. Что я могу поделать? Ой, блин, оскорбили с ними. И это такое видео невинное. Я у других просто смотрела видео, как там про Россию такое несут. Мама, не горюй. Мне тоже, кстати, обидно, когда несправедливо, да. Когда что-то там вранье. А тут вообще погода. Погода серая плохая. Так это же не от России зависит, я же сказала. Ой, у нас вот тоже, смотрите, сегодня пасмурно. А кому-то солнце не нравится абсолютно. И что, из-за этого вся страна плохая, что ли? Ну, вы даёте. А вообще весело. Вы пишите, пишите. Вы всё пишите. Не по барабану. Вообще абсолютно. А те, кто в оскорблении там начинают даваться, фу, на таких людей. Я знать их не знаю. Чего мне на них обижаться? Если бы мне там брат мой сказал такой комментарий, то я бы, да, обиделась. А так, я, возможно быть, даже и не увижу никогда. Поэтому можно не стараться. Как-то оскорбить меня. Мам, это не удастся. Вот, нет. Ну, конечно, я иногда почищаю. Сегодня ни одного комментария не удалила. Потому что зачем? У каждого своё мнение. Просто мне как-то, знаете, странно. Очень странно, что люди как-то обиделись на что. Как будто я на личности перешла. И кого-то конкретно вот сказала, что там вот... Вот ты такая сякая. У тебя дома чистота. А картошка у тебя грязная. В земле. Не помыла и пользуешься. Да. Я возбуждена этим звонком. Поэтому, не, ну, прямо это... Я говорю, я хотела на войны. Войны. А войны не получилось. Ну, вот. Кстати, никто не сказал о том, что я похвалила интернет. О том, что я похвалила, что магазины открыты целую ночь. Никто об этом не сказал. Все только что-то там увидели. Даже я не поняла, что увидели. А что такого оскорбительного? На какой минуте я кого-то оскорбила? Или, может быть, задела какие-то ваши нежные чувства? На какой минуте, скажите, пожалуйста? На какой? Ой. Ладно. Все. Обговорили и забыли. Пошла я на работу. Может быть, будет у меня... На стрижку у меня точно будет одна клиентка. Она сегодня утром заходила. А вот, ну, было народу много. Она говорит, вечером приду. И потом, да, на сумбу, на сумбу, на сумбу и на... Блин, у нас ветроган такой, прям ураган. Нет, я больше не буду ни о плохой погоде. Да ладно, я буду все то, что у меня в голове, буду здесь выговаривать. А для чего еще мы создали этот канал? О том, что для того, чтобы я говорила, что думаю. Ну, иногда и думать надо, что говорю. Да, ураган, ветроган. А на море схожу обязательно. Значит, надо коротку теплую одеть, чтобы не унесло. И вот так. Вот такие вот дела, представляете? Готовилась к войне. К войне, а войне нету. Да, но счет в этом году будет на полтинник больше. Пипец вообще. Вот так вот. Прям трасса какая-то. Машина за машиной. К сожалению, на море идти не удастся, потому что я сегодня заработалась вся. Вот. И поэтому бегу домой, чтобы поехать в спортзал. Кстати, у меня ноги, ни мышцы, ничего не валит после вчерашнего. Так что даже как-то странно, знаете. Ну, так немного побаливают вот мышцы вот, как это. Ну, когда садишься, ляжки, короче. Что там уж по-русски говоря. Вот. А так я ожидала большего. Вы смотрите, как у нас там светится. Ветер, конечно. Ой, смотрите, какое небо. Розовое, видите? Офигеть. Ветроган дует. Ну, тепло прям так хорошо на улице. Можно сказать, ветер даже летний, что ли. Вот. Поработала немножечко, завтра еще суббота. Ой, воскресенье у меня такие планы на воскресенье вообще офигенные. Прям жду не дождусь. А еще я, знаете что, меня Чарли просто запутывает вот этой. Еще я сегодня обратила внимание на рабочее место, что оно у меня тоже не украшено на Новый год. Что-то я в этом году с Россией ничего не украсила. Я же тоже там елочку ставила. Так что только на следующей неделе буду украшать рабочее свое место тоже. А то как-то уже скоро и Рождество. А у меня ничего нету. Ни елки, ни игрушек. Нифига не чувствуется никакое новогоднее настроение. Надо самим создавать. Если мы сами не постараемся, никто и за нас это не сделает. Ну, машина стоит у меня далековато, поэтому это будет такая вечерняя прогулка для Чарли, скажем так. Рада так хорошо поработала эту неделю. Прям у меня продуктивно. Вот, 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 вот. Вот, 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 вот. У меня так сегодня волос хорошо лег. Так я неохота его мыть, их мыть, волосы. Но надо. Спортзал уже обманут. Легом переодеваться. А так прям хорошо лежат вообще. Вот бы они сегодня так же уложились. Я там в спортзале просто насушиваю, а там так лягут, так лягут. Блин, уже иду, блин, опаздываю быстро переодеваться. Муж там внизу идет, я даже его не стала ждать. Потому что некогда, некогда. Пришла в спортзал. Ну, встретилась там с девочкой знакомой. Вот. Я русских многих здесь знаю. Мы как бы, ну, прям, честно не общаемся, но все знаем друг друга. Вот с ней что-то поговорили. И вот я вышла. Сейчас буду чай делать из вот этих фруктов. Помните, я купила вчера? Это луковицу приготовила. Сейчас буду делать еще. И вот так их толку. У сестры двоюродной подсмотрела. Она так делала. Вот. И сейчас буду делать, сварить суп с фрикадельками. И у меня вчера от этих осталось фарш. От этих чебуреков. Чебуреков. И буду. Сейчас в чай добавлю мед. Будет вкусно. Даже как компотик такой. Лисенька. Чарли там бегает. У нас на улице 20 градусов. Представляете, ночью. Пипец. Какая жарища. Несмотря на ветер. Но жара, жара. Я вот хожу, видите, мода лица вся красная. Я уже третий день в сауну хожу. Поэтому прям после занятий нагреюсь. Так классно. Вчера какая-то она прохладная была. Видимо, ее отключили уже. И особо так не попарилась. А так вот. А еще воды нету, Чарли. У меня рыба. На. А еще моим ногтям пришел ковздец. Сломала вот этот ноготь. И все, придется теперь мне все отрезать. Точнее спиливать. Я ногти не отрезаю, а спиливаю. Потому что, знаете, в детстве ходила с одним ногтем, когда не было. И пофиг было. Все длинные, ну в детстве, я имею ввиду, там в школьные годы, знаете. А сейчас нет. Сейчас как это, одного нет. И вообще как-то некрасиво вообще. Мало того, что я не накрашу ногти. Потому что работа такая, что никакие ногти, ни шлак, ни гель, ничего не держится на ногтях. Поэтому портить ногти и тратить деньги, как бы неохота. Вот такие вот у нас дела. Завтра уже суббота. Прям что не дождусь выходных. Потому что такие планы у меня, такие планы. Вот. Если, конечно, все открыто будет. Куда я хочу попасть. Не знаю. Так что вот так вот. Назанималась. Моркошечку надо достать одну. Фаршик вот остался. Видите, какой в духовке. В духовке говорю, в этом дует. Икра заморская баклажанная. В общем, ладно. Буду делать суп. Потом вам покажу. Такой суп получается. Вместо лапшички я туда закинула киноа. Мне показалось, что так будет. Вкуснее. И вот потом еще. В конце добавлю кабачок. Кашель задрал. Знаете, не было часа три кашля. Потом тут прям как начал меня вот так вот. Хорошо, что у меня тут чай. И нормально так все. Так что вот так. На ужин у меня будет одно яйцо. Я сегодня яйца же варила в салат. Вот осталось пару яиц. Сейчас сожру яйцо. И вот чай попью. И хватит. А завтра у меня суп 5. Суп почти готов. Это даже не суп, скорее, а рагу какой-то получилось. Овощное, скажем так. С фрикадельками. Так что пойду я уже в люльку. Не в люльку, а телек посмотрю. Или в ютубе полазим. Вам желаю, друзья. Мира, добра. Не искать плохого там, где его нет. Не ковыряться. Весь негатив идет только от нас самих. Не примерять на себя то, что не ваше. И вообще, как говорится, жить своей жизнью. Не лезть ни в чью семью, ни в чьей жизни. Посмотрел, поставил лайк и забыл. И не забыли подписаться. В общем, добра всем, мира и приятных выходных. Солнечного неба над головой. И всего самого-самого наилучшего. Всем пока-пока и до завтра.